Здарова, мои любимые стратегические жевжики! Вы слышите главного жевжика планеты Земля Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет, и вот прям сейчас начинается новая партия Сидмерс Цивилизейшн 6 с последним патчем. Не просто партия, а прям игра на десятерых со случайными цивилизациями, но я думаю, что по заставочке вы поняли, что мне выпала Нубия. И маленький спойлер, но мне кажется, это надо знать, одному из игроков выпала Португалия, поэтому посмотрим, как в сетевой партии сопротивляться Португалии вообще возможно ли это. Карту мы выбрали континенты, из режимов включены только случайные технологии и корпорации и монополии, в этот раз проголосовали сыграть без варваров. Кроме того, стоит ограничение на количество ходов, 170 ходов, чтобы была возможность и наука и культуры победить, но и по очкам тоже. А во всем остальном, моя обычная интересная партия в шестую циву. Спонсоры канала всей серии могут увидеть сразу во вкладке сообщества, для всех остальных они будут выходить раз в день. Ну и напоминаю, пожалуйста, воздержитесь от спойлеров в комментариях, от бессодержательных спойлеров и от оскорблений участников партии. Приятного вам просмотра! Главное попросить уважения. Ну что ж, выпала Нубия, есть пустыня, очевидно, это надо будет соседство для пустыни брать в пантеоне. Надо было выключить военную победу. Да ладно, и так поиграем. Ну, на холме я не буду никуда ходить, тут есть еда, кстати, в пустыне. Опасность будет витать не только в воздухе. Начнем с разведчика. Но, наверное... Так, 4-4, я, наверное, все-таки вырасту. Если не Вавилон, то скоро самолеты будут витать. Не хочу снова с Ташнавором соседей их оказаться, он сильно играет. Так, мне нужна, во-первых, каменная клада... А, я не вижу каменную кладу, и я никак не могу ускорить, нету... А, нет, есть мрамор, смотрите. Но это, может, не для этой столицы, но, в принципе, норм. И тут я вижу пустыню. Так, ну тогда животноводство начнем. Что мне тут уже дали? За реку и за жару. Ну, мне надо в Золотой Век, несомненно, тут выходить. То есть надо религию основывать, и надо... Уникальный юнит. Это еще давно мы с тобой были. Брать, ладно, заканчиваем. Посмотрим. Вон, дикие лаги. Да, у меня, кстати, встала, вот, как будто была... Игра. У меня ход не завершается. И... Можно выходить. Все, спасибо за игру. Хорошая партия была. Да, но лаги, конечно, присутствуют. У меня с такой задержкой ходят юниты. Юнит. Кстати, вот это меха, то, что у нас есть, меха и трюфеля, вообще это кайф. Просто нажмите и не трогайте больше ничего. Так, ну, я думаю, что вот сюда надо... Точно город. Вспомнил Диабло, когда через телефон стационарно играли. То есть, тут у нас, например, вот здесь, раз, два, три, тут у нас встанет священочка. Если у нас будет, конечно, пантеон на пустыню. Столицу, священочку надо вот сюда ставить. Ужас. Тут, конечно, Нубия, рабочая цивилизация, только если я пантеон на пустыню возьму. Очень хочется больше оккунуться в это не погрузиться именно вот в продолжение истории. Я надеюсь, DLC у них будут так же, как и в Ведьмаке, переносить еще новые механики. И, возможно, они даже подойдут к тому же. Я поэтому и расту, например, мирой быстрее, чтобы больше было культуры. Это мы уже... И, соответственно, быстрее мы открыли карточку на пантеон. Так, ну, вроде, рофингронов нет, это уже счастье. Да? Лаги, парни. Да у тебя рассинхрон. Кстати, может быть, я вам уже надоелся с киберпанком, но все-таки хотел еще один вопрос задать. Ну как, кто предполагает, что кто-то хочет свою репутацию так уничтожить? Согласен. Так, отлично, тут у нас все стоит. Ты спер то, что принадлежало мне по праву. Упорка. Вы уже встретились? Мы с калибром в девяти клетках. Это баг такой бывает иногда с этими иконками. Мы договорились? Я, да, я не прошу. Я поэтому согласен тоже. Так, ну мне надо тут где-то селиться, понимаете, в первую очередь. Хотя, с другой стороны, зависит от пантеона, возьму ли я его. Никто забирать точно не будет. Ну, в первую очередь тут хотя бы для того, чтобы ускорить... А, хотя и тут мрамор у нас есть. Так, ну, после животноводства надо по-любасу горное дело открывать. О, каменная кладка у нас тут. И пойдем в каменную кладку. Блин, ну надо золотой век за Нубию выходить. Точно надо. Тут интересненько. Тут даже не так много пусты... То есть, пустыни так нормальненько. И для моих способностей есть место. И, с другой стороны, нету хреновых клеток. Так, ну что, мне тут даже пока нравится. Пока мне все нравится. Конечно, правда, там уже тундра, смотрите, внизу. Тебя на озере достык. Варвар не в тему прискакал. Не смогу посмотреть, что... Ладно, давайте, наверное, сюда прыгну. Угу. Ну, пока непонятно, куда мне тут ставить город. Слушайте, может мне... Я тебе кинул дружбу, молочка. Я думаю, может мне сразу... Спаселенцы... Не, надо рабочий. Надо рабочий. Ложать теперь за 200. Так, и что тут обрабатывается? Так, три жителя. Ну, все равно, наверное, скорее всего, будет обрабатывать пшеницу. Тут остальные клетки хуже. У меня бы вот этих овец, но, наверное... Наверное... Я, наверное, не буду выкупать. Если есть возможность воздержаться от установки методов, вот первых ходов 10... Сдержитесь, пожалуйста, потому что чувствую, что это может из-за этого происходить. Я просто пытался разобраться с сетевой частью игры. Я трафик перехватил... Ну, я бы вот сюда ставил. Я вижу, что в момент отправки трафика игра зависает. Поэтому я пока грешу на роутер. То есть, я бы предварительно... Так, давайте я покажу, наверное. Дуболомом сюда пойду. Там где-то лагерь варваров должен быть. Так. Пока... Международную торговлю тут ставим... Да, блин. А... А... Никто не собирался таймер убрать? Собирались, но, видимо, забыли. Да, забыли. Сейчас ход перейдет, говорит человек, и таймер уберу. Да, что-то отвлекся. Не, ну пока вроде нормально идет. У меня вроде не лагало. Пока тогда оставляем манту. Ты здесь? Это айтинию надо спрашивать. Да, мы очень рядом. Да, по атакую, пожалуй. Ты ниже, а ты тут справа, блин. О, ГГшка, кстати, сви... Религиозная. Да, слушайте, ну мне на религию стопудово надо. Смотри, не открывается меню. Еще раз нажимаю, я не понимаю, что происходит. А потом как понял, да? Да, и, блин, жалко, что не купить на халяву. Так, сюда я думаю, что я буду пирамиду ставить. И сюда. Так. Плюс священочка вот здесь у нас становится. Ну, опять же, это в зависимости, возьму я пантеон или нет. Но мне что-то кажется, что очень вряд ли. Блин, хотя могут. И снова тайминг, да? Так нет, сказали же вроде как. Уже все полегче стало. Ну, 6 тупиковых тех, это, конечно, круто. Так, ну я тут вылетал. За меня компьютер походил. Ну, вроде ничего не переключалось тут. Хорошо. Блин, может уже все-таки посело строить? Мне кажется, лучше построить посело, и во втором, хотя строитель сотка стоит. Просто мне надо именно мрамор обработать в первую очередь. Если и получается походить. Да, да. Ладно, давайте рабочего пока строить. Ну, потому что сотка... Возвращай таймер тогда? Да, я уже закончил ход. Ну, не знаю, может пока не возвращай пока, давай так поиграем, если там у кого-то лагает. Ну, там если он рядом поселился, ты можешь потребовать или шпион, если ты словил его, чтобы он не посылал шпионов, что-то такое. Где я? 6 клеток от воина. О, наконец-то, первая руинка. Это столица у тебя там стоит, да? Да. Просто я планирую примерно... Вот бы там Вера была. Вот Вера мне очень в тему будет. Последний. Так, вот интересно, наверное, все-таки сюда схожу, посмотрю. Ну, вот где-то вот эта вот река, получается... Хотя Лавенту я первый встретил? Да, отлично. Деление нашей территории. Лавенту встретил я. Кстати, Лавента что-то хорошее дает. Опа, у меня цива вылетела. Кайф. Сразу так классно стало. А кто стал хостом? Да, как он присоединится? Еще не видно. Ну, по своей же ссылке ты можешь присоединиться. Гигантская голова. Гигантская голова. Присоединяется за каждые средние клетки тропических лесов. Да, это все-таки не для меня. У меня нету тут тропических лесов вообще. Ну, вон там какие-то есть. Это же кто перезаходил, знает, кто за кого играет, кстати. Ну, мы его попросим закрыть глаза. Ну, мне места за Нубию очень-очень нравятся. Ну, это понятное дело. Очень нравится, как оно... Тем более, что вот так по реке еще и здесь я смогу поставить город. Но все зависит только от пансиона на пустыню. Если я смогу его взять, и там ни у кого не будет еще пустыня, то будет зашибись. И встал дуболом, чтобы я не забрал эту руинку. Кайф. Так, ну я, наверное, в защиту. Я не хочу, чтобы он проходил. Мне же надо будет посело провести. Ну, тут по остаточному принципу, то есть сюда-то город я всегда поставлю. Сверху, наверное, может куда-то быть, но мне надо будет пока побыть. Хотя, опять же, все зависит от пансиона. Возьмем, не возьмем. Блин. Игра. Вообще-то город хотел эту клетку добавить, а добавил эту. Нафига мне та? Хренок. Кстати, улучшилась, видите, урожайность из-за разлива. Сказать, из-за разлива нефти. Но не буду пока сюда ставить. Конечно, и Петра будет в тему, но пока ждем. Ну, кстати, Петра тут не такая уж прям крутая. Тем более, что я немного где ее могу поставить. Ну вот, начал нападать на меня. Возьму, наверное, все-таки или по лесам. Наверное, по лесам возьму. Тут что-то как-то лесов больше выглядит, чем холмов. Здорово, хорни. Привет. Привет, привет. И зависла, опять-таки, нет, отвисла. Вот, тут даже какие-то горы есть. Откуда-то снизу пришел или с пумаком? Снизу, а ты какой-то сверху пришел? Да. В корне только реку тут переходи и вот чуть левее уходи. Пойма, то есть ты сверху прямо, да, да. Я думал, ты что-то правее. Я не, не. Я понял. Ну вот, надо как-то решить, где тут город ставить и поставить метку. Инку. Три. Ну, я бы, наверное, где-то... Так, подождите, а что с пустыней у нас тут? Ну, конечно, из-за лагов я не могу... Не всплывают подсказки, вообще непонятно, где тут что. Классно себе. Разведа убрать от скота. Давайте сходим, инка найдем. Блин, тут дуболом идет. Я бы защищал. Так, давайте думать, что мне надо в первую очередь... Как вы правильно ники читаете? А вы вери? А вы вери. Блин, мне хочется и меха обработать, и медь обработать. Ну, скорее, дайте, наверное, все-таки медь, потому что это даст производство. Вот, например, тут перейдешь, и... Так, каменную кладку пока отложим. Давайте стрельбу из лука. Где-то тут лагерь варваров. Давайте решать. Тут у нас пустыня. Тут лук. То есть тут я смогу... Давайте, наверное, вот сюда. Потому что иногда я смогу здесь этот... Поставить... Ну, свою эту хрень уникальную. Тогда здесь. Раз, два, три. Вот сюда мне надо город. Порни поставил тебе метку, куда город хочу. И мы с тобой влазим тоже. Ну, у него тоже зайти. Я сюда. Меха есть. Ну, вот. Планировал. Нашел корни, да? Твоего посела нашел. Слева. Просто у нас еще способность... У нас шахты на бонусных ресурсах дополнительно деньги дают. Просто посела захвачат. А лагерь на мехах только деньги даст. Поэтому... Да, я понимаю, что там еще оно бы дало... Сейчас сразу это начинается. Попробую, очень, наверное, не буду пока. Я понимаю, что очень хочется... Очень хочется там притягивать пока международную торговлю. Наверное, отложим. Давайте в раннюю империю пойдем. Я таким не люблю, наверное, начальными этапами игры заниматься. Зачем? Пять ходов пусил. Давить и довольства не хватает. Ну, у меня тут чудесно, чтобы тебе показать. Поэтому, сорян. Ну, я тебе, наверное, надо сходить. А вот теперь надо сходить обработать меха, чтобы счастье появилось. А потом... Так, поставив в защите, пускай он меня атакует опять же. Ну, в принципе, если никто на следующий ход не вылетит, то можно уже витамер ставить. Пожалуйста, пустыня. Ну, все. Время улетать. Конечно, больно очень. Так, теперь я хочу рабочего. Стабилизируют эти кемпы. Что дали? Ну, на самом начале, это не может поставить юнитов. Кстати, тоже вполне. Вы знаете, я сейчас, наверное, нумибийскую пирамиду ускорю. Так, слушайте, мне тогда надо астрологию открывать. Через мореходство, блин. Ну, надо, надо. Астрология мне нужна. За уничтожение ванпосты, за уничтожение трёх юнитов. Давайте нумибийскую пирамиду поставим. Ну, мужик, дело в том, что когда ты уничтожаешь ванпост варвара... Напоминаю, что с ней, рядом с центром города, когда она стоит, то плюс 40% к созданию этих районов. Так, валим отсюда. Давайте, наверное, предложим дружбу инку. Зато варваров в два раза больше, и от них не откупится никак. Ну, вот они сейчас никак не упали здесь. У нас даже бойки эти. Стихи не бедствуют. Ну, я не вижу тут, что вот мы вначале как-то будем с инком воевать, в принципе. Мне вот эти... О, тут варвары. Не очень приятно, что они будут сюда набегать периодически. Мне эти места даже вначале и не нужны. Слушайте, у меня тут горы какие-то имеются. Так, надо подумать над городом здесь. Блин, вот тут жалко... Жалко не влазит город рядом с пустыней. То есть, я не смогу вот в этом городе... То есть... А, я даже не всту, что у меня вообще тут не влазит. Чёрт. Хотя тогда могу сюда вот на лес поставить. Тогда он будет рядом с пустыней. Нормальненько. Блин, я походу... Вот тут надо будет ромашку делать. То есть, вот сюда политическую площадь и вокруг... Ромашо это организовывать. Придётся вырубить потом этот... Эту... Медь. Так, пойду обрабатывать лис. Просто куплю здесь рабочего, чтобы мрамор обработать. А, так мне уже не надо мрамор. Стоп. Мне уже мрамор-то не надо. Слушайте, может мне тогда на побережье пойти поставить именно этот город, чтобы быстрее мореходство открылось? И что у меня... О, блин, чудо природы. Корни, а ты чудо природы не находил случайно? Находил, но оно далеко. Наверх от меня. Значит, я понял, где Лёша. Лёша подо мной? Ну да. Даже не так. Наискость я бы сказал. Это ты наискость. От наискость я и слышу. Ну, в общем, Нубия заселяет мумибийскую пустыню. Иконопись. Корни, а у тебя там гэгэшки есть вообще, нет? Справа, ой, сливать тебя. Сливая и ниже, не одна. Диалог. Да, ну мне надо в золотой век максимизировать. Мне, собственно, нет, на самом деле мне всё-таки надо ставить три города именно, ну, в смысле, первый, второй и третий именно в пустыне, максимизировать веру, а потом в следующий, то есть выходить в золотой век. А для этого у меня осталось только мой уникальный юнит построить. Блин, да и веру, и религию основать надо как-то. Варвары, я тебе скажу, тоже радуются. Вот долго в астрологию, к сожалению, я сейчас пока идёт. О, руинка, отлично. Так. Опять у нас лагии начались. Отвисло. Магадиша, вот этот именно. Да. Так, давайте я тут полечу пока скаута. Города планируешь ставить? Возле Магадиша? Да. Под ним. Ну, у меня, в принципе, в эту сторону расселения будет, грубо говоря. Сейчас я тебе покажу тогда. Кстати, а вы заметили, что это прикол от разработчиков Фераксис, мне кажется, Магадиша? Ну, то есть, какая у него способность? А, то есть, чтобы не грабили с торговой пути. Ну. А Магадишу это что? В реальной... На реальной планете. Столица Сомали, да. Там, кормите, подойдёт этот город? Да, подойдёт. Мы как раз тоже влазим. Как-то очень мы так все хорошо влазим. Аж странно. Походу, у меня внизу никого не будет. Да. Никто не хочет упорочки. Сейчас порога большого шухера. Купо и всё испортит. Привет от тебя. Блин, мне бы не хотелось, чтобы варвара... Хотя... Ну, разграбит и разграбит. Мне кажется, он скорее атаковать меня будет. Так, вот пока постоим, полечимся. Ты далеко отсюда или что кого? Так, что после посела? Мне пока два города достаточно, я думаю. Ну, я вот сюда планирую город поставить. Надо бы юнитов поднастроить. Если ты город поставишь, мне некуда сидеть. Ну, прачников, которые апнутся. Если что, если меня будет не хватать... Если я буду не устроить золотой век, мне надо будет выйти в мой юнит и апнуться. Четыре хода. Ну, мне надо как-то ускорить будет, конечно. Там ещё, скорее всего, кто-то есть. Рабочего. О, плюс одно население, тоже кайф. Это прям зашибись. Это прям зашибись, на самом деле. Хотя мне тут на производство маловато как-то. Вот эту клеточку надо бы выкупить. Блин, тут ещё и прачник валит. Так, ну, он может только прачником меня пока проатаковать. Не хочу, буду стоять тут пока. Так, раннюю империю. А, ускорил я раннюю империю. Так, давайте международную торговлю я возьму плюс пять против варваров. А то как-то грустняво. Потом пока мистицизм начну открывать. Раннюю империю пока не хочу. Ой, как же эти варвары душат в начале, когда их просто семь юнитов заспавнилось. Это рофл? От игры такой. Сейчас будем пытаться мочкануть. Ну, точнее, не будем, потому что нам надо кого-то убить прачником. Опять подвисло. Так, аккуратненько тут идём. Так, так. И становимся сюда. На всякий случай вдруг кто-нибудь сюда прыгнет. Да, очень хорошо. Очень у нас хорошее. Вот это будет на плюс... Раз, два, три, четыре. На плюс пять. Это будет на плюс шесть, как вы понимаете. Я, наверное, даже сразу куплю здесь рабочего в этом городе, чтобы поставить вот эту пирамиду. Ух ты. Кумаси. Причём первым нашёл. Смотрите, Кумаси это очень хорошо. Торговые пути к любому городу садят плюс две культуры. Тоже очень зашибись. Нет, стою в защите. Пускай он меня обстреливает. Я надеюсь, что он меня будет обстреливать. Так, Мироя. Чисто на производство. Ну, тут так нету производства, он обрабатывает хорошие клетки. Так. Так. Два города, девять ходов до конца. Религию я точно не успею принять, поэтому мне, скорее всего, надо каким-то другим образом получить. Получать очки эпохи. Ну, четыре я получу за уникальный юнит. Так. Получили за город в пустыне. Покупаем рабочего здесь. Так. Строим монумент. Покупаем рабочего. Интересное дерево социальных институтов. Здравствуй, Тиню. Так, отлично. Очень знаменательный. Убиваем этого парня прачником и ускорили наших ребят. Так, астрология восемь. Ну, я стопудово, видите, не успеваю религию основать в этой эпохе. Я даже не успеваю открыть просто священные места. А ты видишь, ты где меня встретил? Под твоим городом. Поэтому нам надо... Ну, смотрите, четыре... Так, сколько мне не хватает очков вообще? Семь. Четыре очка у меня за прачников. Мне надо где-то три очка взять. Ну, предположим, руинки, но на это рассчитывать не приходится. О, Китай. А больше тут нет. Куда мне взять? А, еще лагерь варваров можно попытаться заубить. Так, слушайте, мне надо апаться реально в эти мои юниты. Какие в Китай разведываем? Уникальные идеи. Так, давайте рачников один ход. И открываем стрельбу из лука. Апаемся. И идем разбираться с лагерем. Это три очка, правильно? Четыре варвара? То есть, мне надо еще какую-то руинку найти. И на этом, в общем-то, все. Так, стоим здесь. Ждем. Привет! Должен выйти в золотой век. Должен. Бэтмен, ты там север разведал? Так, начну, наверное, все-таки... Где мы с нами встретились эти общие вещи? Понаяхали. Я нашел твой город, Мбамбу. Опускаю его, Катя, захватит скорее всего, мой рабочий, я убью его. Ребят, я просто их люблю так называть все. Да, у нас... А, блин, Мбамба, по-моему, это... Это же Чаки или все-таки Конга? Чаку, по-моему, банил. Ставьте интригу. Да, Чаку я забанил. Поэтому не должен был. То есть, я сейчас все тогда города переименую под какую-нибудь забаненную цивилизацию. Например, Вавилон. Согласен, я тоже меня переименовываю сейчас. На севере нет ничего интересного. Надывать города еще один город. Ну, понимаешь, на севере я живу. Захватят тоже. Они не могут удержаться, чтобы не захватить? Тем лучше. Есть куда селиться. Так, сделаю. Подожди, ты вот с этим на север попал? Так, четыре... Ой, шесть ходов. Должен успеть. Тем за кого ты играешь. Привет! А, ну там, типа, ты прям на юге. То есть, север там не Тунра. А, понял. Ну, мне все равно пока не хватает. Смотреть могут... Сколько-то очков. Ну, обработку бронзы ускорил. Каждый может это видеть. Раннюю империю не хочу пока. Да, стрельбу из лука точно открываю. После стрельбы из лука в астрологию. К сожалению, чудо природы. Будь здорова. Не найдено. Так. Хм. Ну, давайте, может, строителя тогда. Да, будь здорова. И мистицизм открою. Поставлю сейчас плюс пять против варваров. Сейчас это, Катя, протокует, скорее всего, меня. Так, вот это... Там фиг не убирать уже. Ты точно будешь достать. Ну, которая для овечки твоей. Колорадо. Я тоже у меня сверху. То есть, там Америка где-то должна быть, что ли? Ну, хотя Колорадо, это может быть еще какие-то индейцы. Капец. Так, понимаете, ты вообще между, да, зажат? О, блин, что это за... Буря началась. Очень нефтенно. Не, я назад. Буря очень не в тему. Повреждено две клетки. Еще эту повредили клетку, но это трындец. Ладно, апамся. У меня сверху обрез континента, и там, типа, ну, тундра, и я не знаю. Пять ходов. Ну, они будут три хода двигаться, вообще-то, эти лучники. Так что... Ну, на три клетки они перемещаются. Так, три очка. Слушайте, у меня все-таки лагерь воров достаточно получается. А, я за что-то... Ой, и руинка еще. Так. Кумаси выполнил задание. Слушайте, я так Кумаси сейчас могу, вообще-то, стать этим. Сюзереном. Все, золотой век, отлично. Зашибись. Встреча на Шотландии. Диджей Холдем, здорово. О, кто-то Артемитку зарашил. Я даже знаю, кто. Догадываемся, да? Как она дубила, смотрелась. Отлично. Так, слушайте, ну, старт вообще зашибись прям. Еще тут поломано. Триндец, просто все сломали. Так, ну, я обработаю. Наверное, давайте возвращаться ремонтировать просто. Потому что мне эту денег купить эту клетку, и тут у меня будет рабочий купить. Так, ну, можно теперь не спешить, как бы, с захватом лагеря, на самом деле. Все очень удачно получилось. Ну, хоть население не потеряно, только клетки повредились. Пустынные эти бури. Да, нужна астрология. Нужны, ну, и трудовую дисциплину, естественно. Кстати, давайте глянем, не кто там на... На пророков еще не делает ничего, нет? Вроде нет. Вроде нет. Леш, а ты где меня нашел, что-то я тебя не вижу. Или ты через ГГшку? Через ГГшку. Ну, я отсюда далеко, если что. А ты через фиолетовую, да, меня нашел? Да. Я всегда думал, что она розовая. У кого как. Два, соединить с мировым влиянием. Кому-то помог. Ненужная абсолютно. Разведчикам, чтобы лагерь снести. Не хочу пока подходить ближе, чтобы меня не атаковали. Я, наверное, просто сейчас на лагере покачаюсь. Привет. Молочко. Здравствуй. Я сюда отойду. Полечиться. Прям реклама активная. Привет, молочко. Там в ответ должен быть кефирчик. Здорово. Да, я за все время использования данным никнеймом эту шутку слышал, наверное, уже миллион раз. Поэтому мне не смешно уже. Ты сам выбрал... А мы слышим, что ты смеешься? Ты сам выбрал свой путь. Тебя посмеялся, короче, понятно, да? Да. Будем говорить о грустном. А в Абере можешь меточку на одну клетку ливере? Ну, надо чинить вот эти чинить, потому что это плюс 40% к созданию районов. Понятно, что мне это надо... Что еще раз? Так, ну, надо выкупать мрамор. Малин, не вижу. По идее, по-моему, 25% должно стоить. Я сейчас пойду мрамор-то обрабатывать. Потому что это счастье. О, кого-то встретил. И это ГГшка какая-то. Политическую философию. Да, Магадишу. Спасибо. Так, давайте тоже на леса. Блин, вот ты мбамбу тут развел. Варвар капец какой-то. Твои же мбамбу. Ремонтируем. Так, я думаю, что этого скаута уже можно использовать. Давайте его сюда отправим. Так, откуда у нас тут варвары взялись вообще? Класс. Сразу прокачку получает. Обалдеть. Дэвил, эта ГГшка была так рядом. О, Бэтмен, здорова. Ну, которая слила от тебя. Так, Бэтмен, ну это мой лагерь. Я его даю. Да, я не имею на него претензий. Я только что его просто увидел. Точнее, лавов не было. Так, три хода до... Ну, можно торговца, кстати. Два хода и потом отложить один ход на постройку священного места. Отлично. Еще раз проверяем, что там пока на пророка никто ничего не сделал. Да, зашибись. Ну, астрология на самом деле далеко. Просто астрология далеко, поэтому я и не думаю, что тут кто-то... Так, всего два очка. Фу, повезло. Варвар рядом клетки. Я просто постою. Я не хочу забирать этот лагерь пока. Не забирать. Тридцать все-таки стоит. Так, здесь обработаем медь, а потом обработаем... Этих... Овечек. Да, ну я, естественно, беру монументальность. Монументальность, то есть покупка за веру. У меня пока мало веры, но вы понимаете, что тут будет просто охренеть. У инка культура, но он пингалу на культуру качнул. Да, я не знаю, он повторяется. Я бы, кстати, город ставил, наверное... Твою ж мне... Нафиг я его встретил. Хотел в темный век. То есть это акт агрессии, да? По отношению ко мне сразу. Так, давайте в Каву. Слушайте, Лавента хочет... Слушайте, я бы хотел вообще-то с Лавентой тоже быть... Ну, наверное, не сейчас. Ладно, давайте по Кавкаву. Давай вот так. О май. Может ты... А, мне просто на север пока не надо вообще. Ну. Ну, в принципе, и так сойдет. Слушайте, а три этих пива-питахи, они прокачивают арбалеты? Да, отлично. Так, вот этим, наверное, давайте ферму поставим. Так, тут один ход мы откладываем. Здесь вот эту бы клетку купить. И я ее куплю сейчас, потому что производство. Мне нужно священное место будет ставить быстрее. На этом пока все. Продолжение спонсора канала могут увидеть прямо сейчас у вкладки сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok